Это, конечно, умора, но я сейчас зайду и просто взвешусь. Мне интересно, сколько я вешу. У меня же... сколько я уже не видел весов? Несколько... я не знаю, полгода минимум я не видел весы, я даже не знаю, сколько я вешу. Видите как? 79 кг. Это с сумочкой, с телефоном, с часами. Ну, давайте, скажем, 78 с половиной. Нормально. 77 это... ну, опять же, это у меня домашние весы были, здесь явно там, может, на килограмм разница. 77,7 это отличный вес у меня, когда уже все нормально. А вот 75 это прям очень хорошо, 72 это уже перебор, но хотелось бы немножечко так прийти к вот такому гуанскому, наверное, весу, к весу просвещенных йогов в Гоа. Здесь все очень сухие, все очень худые. Почему бы по приколу такого не сделать? Если получится, будет интересно. Почему бы нет? Все равно набрать там свои килограммы я всегда смогу, какой-то там в Европе. А здесь надо быть таким, как все, просвещенным. С виду хотя бы. Заехать в зал для того, чтобы взвеситься, это забавно. Девочка улыбнулась, которая там сидит на ресепшене. Но завтра, скорее всего, я поеду в зал. Может быть, послезавтра посмотрим, и уже тогда начну ходить регулярно. Вот это вот с дуру можно, знаете, что-то сломать. Если бы не было лет 18-19, я бы, конечно, сейчас пришел, начал убивать себя. Но это глупость. Так интересно ехал, и я все время проезжал мимо кафешки. И такое ощущение, что это тоже ну как будто грантик, потому что они с виду как близнецы. У меня есть даже подозрение, что может быть грантик здесь раньше располагался, потому что люди рассказывали, что он был в другом месте. Баньян-кафе называется. Местяк. Но здесь как-то поцивильнее, и стоит на 10 рупий некоторые вещи дороже. То есть там вообще на 5 гривен. Это смешно. Давайте попробуем здесь посидеть, что-то заказать, сравнить с грантиком. Грантик хорош, но здесь даже есть такой завтрак, кстати, с сосисками. Завтрак с колбасками, сосисками куриными. Это вообще для Индии что-то такое необычное. Так, что почем в Баньян-кафе? Посмотрите. Все, что я помню, это холодный кофе. Там он стоит 40 в грантике, здесь 50. И здесь даже есть с мороженым. То есть здесь, знаете, такой продвинутый грантик. Он 80 стоит. Дальше. Watermelon juice стоит 60. Там я не помню, по-моему, 50. Или 60, может быть, тоже. Ну вот смотрите, просто баньян-кафе set breakfast. Вот есть просто настоящий завтрак. Жареные яйца, hash brown, томаты гриль, mushrooms гриль, сосиски куриные, мама дорогая. Еще и масло. Вот прям хочется попробовать, как это все будет. Дальше у нас фруктовый салат 80, фруктовый салат с мороженым 100. То есть столько же стоит, сколько в грантике. Видите, какие гаденыши здесь засели в этом Баньян-кафе? У них здесь почище, поцивильнее. Цены плюс-минус, как я люблю говорить, такие же. Но публика, конечно, здесь другая. Там свои приезжают все время. Такие все с дредами больше. Такие все более просвещенные. Здесь менее просвещенные, в более европейских вещах. Посмотрим сейчас. Так, значит, wet cheese roll 70. Вот, по-моему, так же я заказываю. 60 может стоит. Chicken cheese roll 110. Так, ну это что-то, да. Может, здесь курица нормально, потому что там что-то непонятное. Вот, я один раз взял. В кляре какая-то ахинея. Так, chicken burger 110. Но, я думаю, если здесь такой же chicken burger, как и там, то это все не очень хорошо. А вот butter chicken нету. Таких вот блюд индийских я здесь не вижу. Да, курицы по-манджурски здесь тоже нет. То есть, есть свои минусы. Но сейчас мы сравним. Да, я скажу, стоит сюда приезжать. Вот, по моему мнению, или нет. Но здесь, конечно, чище. Вот так оно все. Чистенько. Так, ну что я заказал? Вот, видите, типичный представитель. Сухой. Красивый. Так, что я заказал? Естественно, этот завтрак. Это самая дорогая здесь позиция. Видите, могу себе позволить, так сказать, оттянуться. За 220 рублей, 110 грешек. Потом фруктовый салат тоже за 100. И кофе. Холодый там, по-моему, за 50, да? И что у нас получается, если так посчитать? 220, 320. Типа 360, 370. 360, это 180 гривен. То есть мы опять до 5 евро даже не дотягиваем с тем, что вот заказываем здесь все, что хотим. По сути, да? Грубо говоря, не глядя. Сейчас посмотрим по качеству. Я думаю, что многим интересно, сколько здесь что стоят. Вот эти мотоциклы Royal Enfield, то, что вы видели, да? Что почем? Вот смотрите, объявление Royal Enfield 500 Classic. Ничего себе, она даже девочка, мотоцикл-девочка. Very special kind. Так, the engine was rebuilt. Полностью обслужен, с документами. 120 000 рупий человек хочет. Ага. Ну типа да, заплатили 120 000, хотим примерно то же самое. Давайте считать. 120 000 рупий, это 60 000 гривен. А 60 000 гривен это 1200 евро. Плюс и минус. 1200 евро за мотоцикл. Не знаю, за Enfield, как вам? Пишите в комментариях, нормальный прайс, ненормальный. Ну по идее нормальный, да. Ну опять же, я не знаю его состояния. Пишут, что хорошие, но... Да. Я мопеды в Одессе обычно там покупал за 400 долларов. 450. Вот. Ну такие они старые все. Ну в хорошем состоянии, но это не те мопеды, которые здесь. Здесь-то текучка мопедов. Гораздо сильнее происходит, чем, допустим, в Украине, да? Поэтому там заезжают мопеды один раз и долго ими пользуются. Так что так. Такой вот прайс. Это, наверное, какой-то святой баньян. Видите, тоже я так по-модному сел с видом на дорогу. Очень элитное здесь место. Это, конечно, во мне Ибица в Одессе, но я думаю по уровню в Арамболе. Ну ладно, шучу. Есть, конечно... Не, ну по идее я здесь места очень крутых не встречал. Я говорю, что Ван Джуни, да, там есть в тех краях. Может, Моржами где-то есть. Но вот здесь в Арамболе только одно место открыли на главной улице. Кафешку какую-то там. Везде бамбук. Ну в балийском стиле сделали. Так вот одно оно так смотрится. Ничего. Но что мне там делать, я даже ума не приложу. И публике арамбольской что там делать тоже. Я не знаю, вот они попали с тем, что они в Арамболе такое построили. Потому что арамбольская публика, она не за этим сюда приезжает. Я не знаю, что это такое. 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 На самом деле так интересно понаблюдать. Вот так вот сидишь в кафешке. Ну в принципе да, как в Одессе, как в Лулу. Да, это одесский Лулу, посмотрите. Кто был в Одессе тот знает. Екатерининская. Такая вот платформочка повыше, чем асфальт. И вы наблюдаете за тем, что происходит. Ну в Лулу, естественно, гораздо дороже. Кайфово так смотреть. Сидишь, все смотришь. Местные гоняют. Смотришь, как они живут. Кому поклоняются. Как свистки ставят под баньяном. Ну так неспешно здесь протекает жизнь. Ну а по, допустим, по мотоциклу тому же самому. Вообще по мопеду, да, если вот здесь его покупать, то я думаю, наверное, мопед можно взять и за 350, и за 500 тоже долларов. Не знаю, не проверял, но есть у меня такие подозрения. Ну тут такие есть, такой хлам иногда есть, что мне кажется, что там даже дешевле можно найти. А для чего это делать? Не для того, чтобы, я не знаю, просто иметь что-то свое, а для того, чтобы вот люди, которые сюда приезжают надолго, хотя бы там на 6 месяцев, да, это абсолютно правильное решение взять и купить мопед вместо того, чтобы его снимать. Потому что если вы будете снимать там, да, ну 60 долларов в месяц, там за полгода 360 накапают, да, допустим. А здесь вы купили его за те же самые там 360-400, да и продали его за те же самые деньги. Все вам просто обойдется бесплатно. Вот и все. Так это работает. Будете платить за бензин. Вот так. Ну, вообще стоимость жизни в Гоа, да, если так прикинуть. Ну, Фиша я записывал видосик уже про этого. Есть у него яркое видео, там он достаточно все четко описал. По моим подсчетам, то, что вот я здесь на Temple Road ездил, спрашивал жилье, да, перед Новым годом, вы помните. И мне предложили за 140 долларов комнату на Temple Road. Temple Road, ну, считайте, одна из главных улиц здесь. То есть это не пляжная улица, но вот она такая прям основная от Арамболя почти. Ну, вот эта улица, она продолжается от Арамболя, а та, она вот идет параллельно этой. И там я спрашивал 140 долларов. Поторговаться и на 6 месяцев, если снять, я думаю, что легко за 100 долларов отдадут в месяц. То есть, вот смотрите, 100 долларов, у вас уже есть жилье. Взяли у кореша в долг 400 баксов. Да, если вот совсем такой бомж вариант. Вот такая шапка. Джиммер Аквай такой поехал. Взять у кореша еще там 400 баксов в долг на полгода, да. Вот и лежат они у него. Купить себе байк. Оп, байк у вас бесплатный. То есть за 100 долларов у вас есть жилье. За 0 долларов у вас есть байк. Вы его заправляете. Сколько там этого бензина уходит? Ну, я заправлял недавно скутер, вы видели. Полный бак, ну, там, 400 рупий где-то выйдет. Ну, максимум там 350. И ты его заправляешь раз в неделю в лучшем случае, да. Опять же, смотря кто как ездит. Я не знаю сколько это. Ну, если это 200 грешек за один раз максимально, то есть это на 4 умножаем 800, это 20 баксов в месяц. То есть, да. Даже дешевле, скорее всего, это будет. Потому что здесь, когда залипнешь в арамболе, то особо никуда и не ездишь. Вот и получается. Ну, даже 140 у вас будет, да. 150, ладно. 100 жилье, 50 у вас будет байк. Ну, все. Остальное это продукты. Это или кафешки, если у вас есть возможность. По-богатому. По-богатому, вот как я, да. Ну, это действительно получается. Сколько я трачу? Ну, где-то 500 в день, 600. Наверное, все-таки 600 в день я трачу рублей на питание, вот если ходить в кафешки. Ну, вот в гарантике 250. Я заказываю себе там вот этот вот салат с мороженым, ролл, два кофе. Два раза приехал. Больше двух раз не хочется здесь есть, потому что здесь жарко. Ну, вот вам, ну, ладно, 500 в день, да. Ну, ладно, еще бананы там купите, что-то еще в магазине воду. Вот 600. Это если по кафе ходить. Это 300 грешек. Это у нас сколько? Ну, 6 на 4. Ну, пусть будет там 7 долларов. 7 умножаем на 30. Получается, конечно, там такое 200 с чем-то долларов на питание. Но это по кафешкам. Ну, вот у вас получается 350, да. Вот такой бюджет уже с питанием, с байком и с проживанием. Вот. Это если по кафе. А если самостоятельно что-то готовить, то это еще дешевле. В 250 можно и уложиться. Вот поэтому сюда многие тянутся, понимаете. Здесь можно даже сдавать, я не знаю, совсем унылую хрущевку где-то и жить за эти деньги зимой. Зимовать. Но ты здесь будешь зимовать в кайф. Потому что и солнышко, и море, и здоровье, да. И чем-то занимаешься, и бегаешь. Но, опять же, вот кто что выберет в итоге, да. Я говорю, что для кого-то это плюс. Но для кого-то вот такая жизнь это минус. Потому что многие сбухиваются, старчиваются. И вот у меня подписчица рассказывала, что она здесь встретила шефа из своего города. То есть, ну, директора компании. Она к нему пришла в компанию. Thank you. Сейчас попробуем вообще вкуснее, чем там или нет. Ну, не знаю. Плюс, минус. Такой же, но он не холодный здесь. Его здесь как-то меньше. Видите, уже мы нашли минус. Вот знали бы, да, что сидит человек с камерой здесь и это выставит в YouTube. Сделали бы максимально хорошо. Такой вот тайный покупатель. Да, и этот начальник, она в своем городе когда жила, она приходила устраиваться к нему на работу. И она его здесь встретила. И, говорит, один год он был, ну, еще нормальный, более-менее. А вот на следующий год, говорит, я приехал. А он вообще просто уже, ну, вообще опустился, по сути. Вот вам директор компании. Да. То есть, как на него повлияла вся эта история? Повлияла негативно. Здесь нужно, если вы сюда едете, нужно понимать, что это вполне может быть билет в один конец. Если вы алканав, то, извините, купить этого рома местного, гуанского, Old Monk, который стоит копейки, вообще не проблема. Он стоит реально здесь копье. Я, по-моему, снимал. Могу еще и снять. То есть, кола, ром, бамс, все. И ты себе кайфуешь под пальмой целый день. И постепенно опускаешься. Ну, или духовные практики, там, я не знаю, это йога, бег, зал. Все. Вот твой выбор. Такие вот дела. Ух, честно, жду не дождусь этих сосисок. Вообще, сосиски и Гоа, и Индия, это прям антонимы. Это реально антонимы. Это вот, я не знаю, что сейчас должны принести, что это будет. Потому что с мясом здесь вообще напряженка. Ну, вот курятину еще продают, да. Но чтобы из нее что-то делали, какие-то сосиски, я такого еще не встречал. Кофеок слишком быстро сдулся, одна пена была. В грантике сдувается он помедленнее, гораздо медленнее. Он холоднее и сдувается медленнее. Вот тоже один минус мы нашли. Но не подумайте, это не заказуха. Еще кто-то подумает, что меня там подкупили, нет. Просто нужен контент, вот я и снимаю. На злобу дня, что говорится, знаете. Ехал мимо. Вчера снимал про трубу, или когда, позавчера, на которую наехал. Сегодня про кафешку, которую вот увидел, когда ехал. Я думаю, что вообще, я просто понимаю по себе. Когда я сидел в унылой Одессе, серой, холодной, зимней, мне прям вот эти вот видео с Гоа, любые абсолютно, были как глоток свежего воздуха. Поэтому, мне кажется, что для многих подписчиков, даже вот контент с трубой, это уже в кайф, понимаете. И с кофеечком вот так вот, в Гуанском лугу. На фотке выглядело оно как-то поинтереснее. Что это такое? Посмотрите. Что это такое? Сосиски такие. Ну вот я, да, я думал, что меня что-то удивит, но нет. Ну то есть да, оно удивило меня тем, что на фотографии абсолютно все по-другому выглядит. А здесь принесли какую-то сою, скорее всего. Сейчас будем пробовать. Ну, сосиски такие. Именно соя, соя. Я не знаю, в Испании. Такими, наверное, только собак кормят. Знаете, пирог говно. Хозяйка что там? Кто-то там что-то из конины. Отдайте шляпу и пальто. Пишите в комментариях весь этот стих. Весь этот стих. Ну, это примерно то же самое. Вот эта штука из картошки неплохая. Яйцо, оно в Африке яйцо. Ну, масло, оно и в Африке масло. Почему это самая дорогая позиция здесь? Ну, я вообще ума не приложил. Тот же самый чикен манжурин в Грантике. Сколько он, 170 там стоит? Это 220. Ну там, извините, курица дофигища. Очень вкусно все. Не знаю, может потому что завтрак европейский. С другой стороны, сколько стоит Food Planet завтрак? Тоже примерно, ну, 240 по-моему. Английский, но там он гораздо лучше. Миллион раз лучше, чем здесь. Развенчали мы, видите, это место. Яичницу не дожарили. Грибы, гриль, я не знаю. Они такое ощущение, что они вареные. Какой там нафиг гриль? Ну, конечно, далеко не идеально это все. Как вам такое? Посмотрите. Оп. Ну, здесь прям так равномерно разложили мороженое сверху. Это прикольно. Выглядит он симпатично. Симпатичнее, чем в Грантике. Сейчас будем пробовать. Ну, если мороженого положили больше, чем в Грантике, то это уже плюс. Потому что мороженого, ну, никогда не хватает. Это как история с молоком и с мюслими, да? Или как там с хлопьями. Всегда хлопья надо докладывать. Так, ну, идем дальше. По тупостям. Ну, по странностям. Мороженого много. Это огромный плюс. Но минус в том, что мне принесли ложку. Я не знаю, как ложкой можно это все делать, чтобы оно не выпадало. Ну, то есть удобнее, конечно, вилкой есть мороженое такое. Ну, салат. Потому что, ну, это не суп, я не знаю, не каша. Ну, тоже такой, знаете, такой нюанс странный. Я вот же вижу комментарии. Как ты можешь там сидеть? Посмотри, сколько муравьев. Как так можно? Нормально абсолютно. Когда были маленькие, я по-моему, даже мы ели муравьев. Там самые отважные из нас ели. Ну, не таких больших, конечно, маленьких. Они как аскорбиновая кислота были. Ну, дальше я не пошел. Я даже, когда был в Таиланде, не ел этих всех жуков. Это отвратительно, да. Ну, муравьи, по-моему, в детстве были. Пишите в комментариях, кто ел муравьев в детстве. Ну, что могу сказать? Конечно, ложкой это все есть неудобно, как я уже сказал. Еще по минусам это то, что мороженое надувное здесь. Знаете, такое дешманское. Ну, в принципе, в гарантии такое же надувное. Мороженое тоже дешевое. Здесь его просто больше. Но вот это такое мороженое, которое превращается в пену через некоторое время. То есть, какой-то такой вот размер, такое ощущение, что вот этого мороженого, он обусловлен тем, что его взбили хорошенько в свое время. Самое хорошее мороженое это в Джайганеш, в Джус-центре. Там они аму кладут. Обалденное, очень вкусное мороженое. Мы там с вами были, я там снимал. А вот здесь пока, в Арамболе, я только встречаю вот такое. Низкопробное. 420 за все. Такое, знаете, ощущение... Я не думаю, что какой-то и собаки. Смотрите, как она смешно смотрится с этим Энфилдом. Такая жизнь псиная. Вот еще ЦЛА мне нравится. Здесь он так круто смотрится. То есть, вот этот люкс, который мы не замечаем уже в наших городах, в Индии, он прям... Ух! Прям... Знаете, вот такие машины, когда видишь, такое ощущение, что ты видишь Rolls-Royce. И ты понимаешь, что ты дома-то в Одессе, ну, на таком же примерно ездил. И можешь ездить. И ты такой думаешь, блин, вот ни хрена себе я богаче. Ха-ха-ха. Вот так вот стоишь в шлепках. Ни хрена себе, у меня есть какая-то параллельная реальность, где вот так вот я могу ездить на кожаных салонах, на каком-то хроме. И даже у тебя в голове вот есть такая мысль, что вот когда-то я вернусь, куплю себе плюс-минус такую тачку и буду ездить. А потом ты ловишься на мысли о том, что в Одессе-то почти все ездят на похожих машинах. И это абсолютно нормально. Как бы грубо это для кого-то не прозвучало, но Одесса, да, город. Если вы никогда не были в Одессе, то очень многие могут позавидовать нашему автопарку. Ну вот я не закончил. Во-первых, ну папайя была никакая. Я как стихами, видите, заговорил. Папайя в салате была зеленая. Это мороженое было надувным. Ну взять можно как бы, да, но все же познается в сравнении. Смотрите, завтраком вообще это место, Баньян кафе, вышло вообще на территорию Food Planet. Вообще, если так сказать, в Гоа, ну лично для меня, есть два основных места. Это Food Planet и Грантик. Я думаю, для всех, кто здесь жил когда-либо, они знают эти два места. Вот Баньян 3, да, по пути встретил его, увидел и решил проверить. Потому что он очень похож на Грантик. Думал, такая же философия, все такой же. Оказалось, что нет, что он отличается. Но вот тем, что этот Баньян 3 берет уже за завтрак почти такую же цену, как в Food Planet, он все, он уже как бы выходит с дистанции, потому что это нелепо. А Food Planet находится на берегу моря, на песочке. Там все четко, все красиво. Там завтрак, извините, больше. Там ты можешь выбрать курицу, гриль. Или можешь, по-моему, панир, да, называется, гриль выбрать. Или можешь выбрать бекон туда еще. И там не из тостера вот эти вот хлебцы. Хлеб там нормальный такой, модный, черный какой-то там, не знаю, ржаной. То есть, все. Видите, в этом плане Баньян 3 проиграл. В сравнении с тем же самым Грантиком. Ну, извините, да, 420 рупий. И что? И яичница со слизью, вареные грибы, тосты из тостера. Еле холодный кофе, который тут же остыл еще больше, да, и стал вообще тупо теплым. И салат с надувным мороженым. Ну, все. Как бы вычеркиваем Баньян 3. Это был мой первый и последний раз. Я туда больше, естественно, не пойду никогда. Сейчас будет еще одно место, будем проезжать мимо него. Я думаю, тоже все, кто здесь живут, они видели это место. Я всегда вот проезжал мимо Баньян 3, хотел заскочить. И следующая кафешка там такая на чиле, знаете, на расслабоне. Такой лаунж стиль, если можно так сказать. Вот по пути в Грантик еще. Сейчас заедем, посмотрим, как это называется. Я сегодня, естественно, не поеду. Может, в следующий раз поеду и сделаю обзор. Пишите в комментариях, если вам интересно посмотреть еще ту кафешку, да. Вот. А так, ну, пока, смотрите, если сравнивать Грантик с Фудпленетом, то здесь тоже сложно сравнивать, потому что Грантик выигрывает ценой. Все. Он не лучше Фудпленет. Фудпленет реально вкусно готовит. Ну, на уровне это место, действительно, до сих пор осталось. Грантик, вы видели, и грязненько, и есть там вопросы. Но вот в Грантике самое основное – это цена. То есть, ты за цену получаешь гораздо больше, чем ты ожидаешь. В Фудпленете ты адекватно получаешь то, что хочешь. Да, это просто какой-то матрас или что, или подушка какая-то. Ничего она горит, непонятно. А вот это просто… Ну, это мотоцикл. Да, это просто мотоцикл, который врастает в землю. Но для вас это дико. Я бы тоже, если бы сидел дома, для меня бы это тоже было дико. Но вот, кстати, на всем этом фоне вот это цело. Ну, теперь вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть, какой-то тлеющий матрас или подушка, какой-то мотоцикл. Вот это еще история. Ну, это красивенькие такие тук-туки. Они из Махараш, я так понимаю, сюда приезжают. И вот это ЦЛА. Ну, конечно, ты такой, знаете, здесь, когда гуляешь, смотришь на эту машину. И у меня же был выбор между BMW 3 и ЦЛА. Я тьфу-тьфу-тьфу взял с себя BMW 3. Конечно, лучше машина, выше классом. Ну, вот. Но ты все равно как какой-то получаешься в своих глазах миллионер в бегах. Понимаете, на фоне всего, что здесь есть. Забавно, забавно это все. Жужубей, ребята. Видите, как вообще жужубей. Люкс, почти Бали. Но здесь должны быть рисовые поля, естественно. Ну, здесь такое поле. Конечно, не балийский вид. Но вот жужубей, это вот такой легкий люкс, судя по всему. Даже какая-то кофейная машина есть. Или что там такое? Почти Европа, почти Европа. Еще какие-то вещи там продаются, мама дорогая. Ну, вот пишите в комментариях, стоит сюда заезжать или не стоит. Стоит что-то снять здесь по ценам и по эмоциям или нет. Ну, вот грантик. Видите, как он выглядит. Как-то так попроще. Но, все-таки, вот это вот очень важно, важно это соотношение цена-качество. Я думаю, что все, мы принимаем любое наше решение, вот используя эту формулу. Цена-качество, да. Что мы получаем взамен? Мы куда-то макаемся или не макаемся, исходя из того, что стоит оно того или не стоит. Так, Истамбул поехал. Так, еду за девочками. Догнал девочек. Это как бы, ну, почти земляки, извините. Девочки со Стамбула. И я вам показывал девочку, это она занимается вот этими фаер-шоу и прочими делами. Такая маленькая, смешная, симпатичная. И вот предложил им поехать к Рэдди Форд на закат. Чего нет? Поснимать видео там разное. Посмотрим, опять же. Да, я им уже говорил про эту историю. Выйдет-выйдет, нет, так нет. Но я лично использую любой какой-то шанс, любой шанс что-то провести интересное. Как-то провести интересное время. Во-первых, для себя. Во-вторых, ну, и для вас тоже, чтобы что-то поснимать, чтобы была какая-то где-то интрига. Хочется все время что-то найти. Скажем так, найти на свою жопу приключений. Желательно позитивных.